Первый вопрос. Новый патч. Какие впечатления? Что бросилось в глаза? Стало фарма больше. Некоторые игроки уже задумались, как это все успеть профармить. Но в основном 7000 игроки задумались об этом. Я еще не играл в доту. Не знаю, что с патчем вообще. Я не проиграл. Бросилось в глаза то, что IceFrog в очередной раз с точечными изменениями режет пул Семена. Был очень сильно занерфлен Monkey King, который является, наверное, лучшим героем Семена. Да и в принципе стоит заметить, что и Семен был лучшим Monkey King от того патча. По моему мнению, игра будет гораздо быстрее. Хардеров очень сильно понерфили. Раньше был Шайн. И за счет этого Хадер мог наглеть. А сейчас Хадер терпит. Из меты выйдет Monkey King. А вернется Пуч. Семен должен порадовать всех своим присутствием. Во всяком случае, на данном этапе частенько. Потому что кажется, что силы ему дается многовато забывать. Ну и под вопросом Лесники. Вроде бы как у них очень приятные бафы. Вопрос, наверное, будет заключаться в таймингах. Будут ли они успевать с новыми изменениями голды и получать нужный уровень. Но хочу вас обрадовать. Лесники это, пожалуй, вторая лучшая роль Семена после Monkey King. Он точно выйдет Monkey King. А так себя в основном герои останутся. Ржавый лобзик. И я буду бегать. И да. Игра на моей позиции изменилась. Потому что вышел из меты Monkey King. Да. Так как его пролешали. Если я опять же буду играть на ржавом лобзике, возможно, я буду играть чуть активнее, чем обычно. Я его не пущу. Свидлоен будет уходить еще три дня куда-то. Ушел, а Криклы уже свое грязное дело сделали. И как бы не был хороший Семен на Enchantress, он мне никак не поможет. Да я еще не понял. В Китае представление Apache довольно туманное. Потому что ребята любят пофармить. Новый талант. Новый талант. Перейдем к нему. Ну, Зомби. Хороший талант на десятом уровне. Был. Теперь у него нет его. Да все герои талантливые, в принципе. Хороший талант у всех. Мне не нравится, что у Семен Кинга выбрали талант на респаун. Ну, это было немножко нечестно. Ну, а так я особо ничего выделить не могу. Ну, в общем, учитывая то, что... Возможно, изменит твою прокачку на ржавом лобзике. Наверное, прикольный талант Warlock вместо респаун тайма. Сама идея убрать таланты на респаун, наверное, это правильно. Так как это действительно очень сильно меняло геймплей игры. И создавало некий дисбаланс. Каждому герою постарались заменить это на какой-то полезный талант. Но некоторым героям, по моему мнению, дали недостаточно хорошую альтернативу. То, что у них было до этого. И из-за этого некоторые из них по идее из игры должны выпадать. Фурион не мой самый сильный герой. Но, кстати, входит в тройку лучших героев Семёна. Но он занят и сейчас играет. Вот 2x3 ант хп дэмэдж или кулдаун телепорта, это, кстати, под вопросом. Наверное, некоторому билду Фуриона действительно телепорт без кд поможет. Но все-таки это 25 уровень. Но она не настолько сильная. Имба талант. То, что вот прям имба-имба. Но, возможно, из-за того, что он делает по игре. И изменения вот с этим количеством крипов. Плюс катапульты. Плюс то, что лес со временем становится дороже. А Фурион знаменит тем, что в принципе может затягивать или зажимать врага на базе. Может быть с этим можно что-то придумывать. Но опять-таки это нужно будет спрашивать исключительно у Семёна. Да, потому что команды с 7000 мидерами могут засиять. Каждый патч это, грубо говоря, второе дыхание для всех. Все по-новому стараются взглянуть на игру. И да, наверное, это помогает каким-то новым командам. Либо командам, которые потеряли себя, вновь обрести себя. Я не думаю, что вот для Тир-1 команд изменения патча очень сильно меняют. Может быть там этот патч будет чуть-чуть более удобный для ЕГЭ. Чуть-чуть менее удобный для ЕГЭ. И там первое место ЕГЭ может поменяться на первое место ЕГЭ, грубо говоря. Но прям то, что какая-то команда очень сильно выпадет из топа из-за того, что поменялся патч, я в это не верю. Да, наверное, сильно нет. Кто хорошо играл, то и останется. Ну да, патч повели, я думаю. Но уже начал валять. Я за, нежели не за. Кроме единственного патча, где по какой-то причине драку, которую ты выигрывал через байбеки, проигрывая тысяч 15-30, ты отыгрывал золото полностью за один байбек. И как бы они его ни пальнешься в первый же день, все равно камбэк-система была невероятно глупая. И люди сидели на хаграунде по 60 минут, и вообще дота не особо мотивировала играть агрессивно. Вот тот период, наверное, был относительно отстойным, но с тех пор ничего приближенное к этому дота больше не видела. Валвы осознали свою ошибку, чувствуется некий баланс, и меты меняются, и некоторые изменения действительно невероятны в тему. Ставлю лайк Валвы, дота, мне кажется, развивается в правильном направлении. Ну вот сеты в последнее время, конечно, подкачивают. Не думаю, что нерф Манки Кинга Семёна произойдет настолько сильное впечатление на нашу команду. Все-таки вот Фуриона Апнули и Ростных Лесников на этом Семёна невероятно хорош. Конечно, долго на одном Семёне мы проехаться не сможем, но, возможно, кто-то из нас все-таки научится еще играть, и мы сможем реализовывать какие-либо новые стратегии. А сейчас мы стараемся полностью концентрировать свое внимание на недавно придуманной стратегии Парисос, которую мы продемонстрируем уже завтра. Да, я думаю, не особо, так как мы не особо играли с Манки Кингом, а всех другие герои, они так приспинятся и останутся. Ну, турник покажет, но мне кажется, это как мы уже обсуждали с Айратом, и Айрат сказал, что это патч команды Вики Сквадро. Мы будем очень сильно играть. А почему? Что я чувствую? Что я чувствую? Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...